Добро пожаловать на территорию безопасного вождения и отличного настроения на телеканале «Вариант». Так, в течение двух недель мы говорили о безопасном вождении, о том, как правильно переходить пешеходные переходы, о том, как образовалась служба надзорных органов и о том, как сложно женщинам быть за рулем. Нам еще в этом помогали наши эксперты. У нас в гостях были и Сергей Федяев, и Виктор Львов, это представители «Автогазета», и представители автошколы «Автопрофи» Вячеслав Храбров, автоледи Ольга Тарасова и наш сотрудник, который тоже говорил, насколько сложно женщинам приходится быть за рулем. Не буду сейчас от себя здесь тоже добавлять, но еще один эксперт, который нам помогал все эти две недели, это страховой юрист Юрий Шутов, он сегодня тоже у нас в гостях. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Сегодня мы с вашей помощью благополучно закончим эту тему, хотя, мне кажется, можно ее продолжать бесконечно. Нашим телезрителям скажем, что у нас сегодня на кону мы разыгрываем сертификат от мотосалона «Скутерленд». Мотосалон «Скутерленд» – не изобретая велосипед, загляни в «Скутерленд». А сертификат дает право на покупку очень крутых перчаток. Насколько я знаю, эти перчатки стоят ни много ни мало – 2,5 тысячи. Потому что экипировка мотоциклистов, она такая, вы понимаете. Ну, она как минимум может спасти здоровье в случае аварии. Насколько мы вообще своей безопасности за рулем уделяем внимание, как вы считаете? Сегодня машины стали очень современны по сравнению с теми, которые ездили на наших дорогах в начале 20 века. Много проводится различных краш-тестов. А мы стали ли более защищены, несмотря на то, что автопром сегодня шагнул далеко вперед? Ну, скажем так, вместе с развитием техники развивается и, соответственно, и правила дорожного движения, и, скажем, дорожные знаки. Все делается для того, чтобы знаки были более читаемы, скажем, ну, путем в том числе и каких-то народных там голосований, жалоб и так далее. Выставляются приоритеты каких-то знаков. Может быть, где-то перекрестки, которые раньше были нерегулируемыми, устанавливаются там дорожные знаки. Сама себе понятие, ну, самые опасные все ДТП, самые страшные происходят всегда по причине превышения скорости. Ну, разумеется, это все в основном на трассах. То есть, по, скажем, образу и подобию, скажем, каких-то зарубежных, ну, скажем, автодорог устанавливаются вот эти отбойники посередине. Да, то есть, любая трасса, автомагистраль, по определению, не должна иметь пересечений через, соответственно, дорогу, ну, чтобы машины не пересекались между собой. Вот, поэтому, конечно, технологии, скажем, социальные какие-то, как это, реклама, да, гласит о том, чтобы все было безопаснее. Вот, учат людей этому. То есть, я думаю, что все развивается, и техника, и, скажем, пропаганда, все. А сегодня мы поговорим об истории дорожных знаков. Вот немного вам информации для размышлений. Мы готовы задавать свой вопрос, чтобы разыграть сертификат от салона Scooterland. В давние времена не было ни личных автомобилей, ни общественного транспорта. Даже конных экипажей еще не было, и люди ходили пешком от одного поселения в другое. Но им надо было знать, куда ведет та или иная дорога. А еще им важно было знать, какое расстояние осталось пройти до нужного места. Чтобы передать эту информацию, наши предки ставили на дорогах камни. Особым образом надламывали ветки, делали зарубки на стволах деревьев. А в Древнем Риме еще во времена императора Августа появились знаки, которые либо требовали уступить дорогу, либо предупреждали это опасное место. Кроме того, римляне стали ставить вдоль самых важных дорог каменные столбы. На них высекали расстояние от данного столба до главной площади в Риме, Римского форума. Можно сказать, что это были первые дорожные знаки. Вспомним знаменитую картину Воснецова «Витязь на распутье». Сидит на своем коне у перекрестка дорог сказочный богатырь и думает, куда ему поехать. А на камне высечена информация. Так что камень – это тоже можно считать дорожным знаком. Римская система обозначения расстояний позже распространилась и на других странах. В России в 16 веке при царе Федоре Иоанновиче на дороге, которая вела из Москвы в царское имение Коломенское, поставили верстовые столбы высотой в 4 метра. Отсюда и пошло выражение верста «Коломенское». При Петре I система верстовых столбов появилась на всех дорогах Российской империи. Столбы стали раскрашивать в черные и белые полосы, так как было лучше видно в любое время суток. На них указывали расстояние от одного поселения до другого и название местности. Но серьезная необходимость в дорожных знаках возникла с появлением автомобилей. Высокая скорость, большой тормозной путь, плохое состояние дорог потребовали создания системы знаков, которые давали бы водителям и пешеходам нужную информацию. И сто с лишним лет назад на Конгрессе Международного туристского союза было принято решение о том, что дорожные знаки должны быть во всем мире едиными по назначению и виду. А в 1900 году договорились, что на всех дорожных знаках должны быть не надписи, а символы, понятные иностранным туристам и неграмотным людям. А первые дорожные знаки, которые являются прототипами современных, появились в 1903 году на улицах Парижа. И, кстати, вот один из этих знаков до сих пор сегодня представлен на наших дорогах, немножко в измененном виде. Вот интересно, хотелось бы спросить наших телезрителей. Обратите сейчас внимание на наш монитор. Сейчас мы вам покажем знак. Вот так он выглядит. Юрий уже пошутил, что знак означает «здесь был зора», но я дам три других варианта ответа, поэтому внимание. Этот знак означает «приближение к воде», «опасные повороты» либо знак «неровная дорога». Мы ждем ответа на вопрос. Напоминаю, что сегодня на кону сертификат от салона «Скутерленд» на приобретение мотоперчаток. Пока ждем вашего ответа. Мы с Юрием продолжаем разговаривать. Пока в течение всей викторины, это две недели эфира, вы уже два раза у нас были в гостях, и поступают звонки от благодарных телезрителей, которые уже были вашими клиентами. Говорят, спасибо, что Юрия пригласили. Вообще передайте ему, что он очень не помог. И те, кто к вам еще не обращались, часто спрашивают, а как к вам обратиться и вообще на каких условиях вы помогаете людям? Ну, знаете, условия помощи, скажем, они все-таки зависят от того, чем я могу помочь. В отличие от подавляющего большинства юристов, самоадвокатов, я стараюсь не брать деньги, скажем, наперед за какую-то работу, если я не уверен в результате в принципе. То есть, ну, я считаю, что это какая-то честная работа. Любая консультация, во всяком случае, предварительная, да, она всегда бесплатна, а обращаются ко мне по совершенно различным вопросам. Ну, скажем, в основном, разумеется, это повреждение автомобиля в дорожно-транспортном происшествии. Причем это не просто там столкновение автомобилей, это может быть там наезд на какую-то яму, на какое-то препятствие на дороге. То есть, ну, собственно, все, что угодно, там, по САГО, по КАСКО, просто если произошло ДТП, а у виновника, например, нет страховки, также здесь там оценка, все эти судебные процессы по взысканию денежных средств, там, досудебный порядок, все это, соответственно, во всех этих вопросах могу и помочь. Реже ко мне обращаются люди, собственно, по административным делам, но если человек не согласен с виновностью в аварии, то есть, если я хотя бы вижу какие-то перспективы, если есть какая-то хотя бы надежда, в моем понимании, да, то я также могу взяться за дело и постараться чем-то помочь. Но, скажем, уж правде в глаза посмотреть, то есть, если сотрудники полиции уже обвинили кого-то в дорожно-транспортном происшествии, то есть, как правило, в большинстве, разумеется, случаев, то есть, это все не беспочвенно. И я не знаю, ну, как правило, человеку объясняю, что что бы там ни было на самом деле, документы оформлены так, что вы, собственно, виноваты. То есть, вот, но в основном, еще раз повторюсь, это все-таки повреждение автомобилей в результате дорожно-транспортного происшествия. То есть, так вот. А условия, они обсуждаются в каждом, как бы, случае по-разному. А у нас есть звонок телезрителя. Здравствуйте! Я надеюсь, не просто телезрителя, а победителя викторины Автопрофи. Добро пожаловать в эфир. Говорите, пожалуйста. Алло, слушаем вас. Букья, да. Здравствуйте. Алло. Да-да-да, говорите, пожалуйста. Я выбираю опасные дороги. Опасные повороты. Или поворот, да. Повороты. Как вас зовут? Ирина. Ирина, мы вас поздравляем. Это действительно правильный ответ, и вы получаете сертификат от мотосалона Скутерленд на приобретение мотоперчаток. Не знаю, может быть, кто-то у вас, а может быть, вы сами за рулем мотоцикла, а может быть, просто сделаете кому-то такой приятный сюрприз. Я думаю, что сегодня у мотогонщики, у них такая экипировка, что такой сертификат будет настоящим подарком. Спасибо вам, что сегодня присоединились к территории безопасного вождения на телеканале «Вариант». Юрист Юрий Шутов сегодня с напутственным посланием для всех наших телезрителей, для всех благодарных клиентов, кто к нему уже обращался либо обратиться, в завершении вот этой просветительской миссии, которую мы в течение двух недель пытались донести до всех по безопасности дорожного движения. Юрий, пожалуйста. Ну, скажем так, всегда любое происшествие, связанное с повреждением жизни, здоровья, имущества, это всегда определенный стресс. Разумеется, это никогда невозможно предугадать, ну, скажем, каким-то образом. Поэтому всем автолюбителям я искренне желаю, в общем-то, удачи, поскольку, к сожалению, к великому, какие-то дорожные инциденты зависят далеко не всякий раз от самого водителя, а зависят и от дорожной обстановки, от других водителей, от пешеходов и так далее. Поэтому я могу лишь пожелать именно удачи, да, в какой-то степени везения, разумеется, аккуратности за рулем, но уж если, как говорится, какой-то негативный момент наступит или потребуется какая-то консультация, можно связаться со мной или с моими специалистами, да, и, соответственно, мы проконсультируем и поможем. Спасибо, Юрий, за интересную беседу, за поддержку нашей викторины и всем, кто был в качестве автопрофи у нас в гостях.